У нас уже почти два ночи. Муж позвонил, возвращается с работы. Я сегодня ему давала такой вот салатик с бурячком, с орешками, потому что он себе берет на работу какую-то свинину, какую-то ветчину с булкой. В общем, сегодня я ему дала вот такой вот салатик. Ему понравилось. Мы с ним поговорили по телефону. Это я ему готовлю на завтра. Полезная еда. И вот эту рыбку тоже ему запакую. Это ему на завтра. Вот. У меня муж сейчас трудяшка, не бухает, поэтому мы его любим, чтобы он кушал домашнюю еду, что-то вкусненькое. Ну вот, как-то так. Кстати, вчера спросила мужа. Он приехал полтретьего ночи. Говорю, дорогой тебе супчик подогреть. Я тебя с ложечки покормлю снова. Он говорит, нет, я так устала, мне так спина болит. Вот. Берегите своих мужчин. Что я могу сказать еще? У меня муж сейчас красавчик. Впахивает, а я о нем забочусь. Как могу. Иду хозяйство свое осматриваю. Пчелы уже здесь летают. Надо будет заниматься огородом. Уже так все это некрасиво выглядит. Птица. Красавица. Боже, что это? Шмель полетел. Там псиса летит высоко. Что за псиса? Хищник, небось. Давай, давай, лети дальше. Розочка. Так. Короче, нужно будет выбрать день. Нужно ехать покупать какие-то цветочки, растения. Что-то уже высаживает. Петрушка. Бусик. Что здесь у меня? Прочитала, что лаванда должна быть многолетней. Она вот сухая стоит. И никаких ростков я не вижу. Вот это все нужно драть. Приводить в порядок. Малина. Листики полезли. В общем, работы полно. Мусор. Вот это вот. Чей-то. Мороны. Цветочек, костик. Вот, тоже цветет. Нормально я видео записываю. Однословные. Там тоже мусор. Вот. Бессовестные люди. Я на мусор плохо реагирую. Белки. Белки. И под ногами у меня куча, которую нужно убрать. Я ее показывать не буду. С вашего разрешения. Всем привет. Стиль. Антисекс. Длинная мешковина. На мне черная. Рубаяха. Очень, кстати, комфортная. Она такая, как бархатная, знаете. Новая рубаха из костка. У нас сегодня довольно-таки тепло. Рубашка на кнопочках. Я показывала. И на сегодня я слегка растеряна. Сейчас в машине расскажу, почему и как мне быть. Вчерашние штанишки. У меня сегодня планируется уборка. Все-таки. Желудок что-то у меня начал болеть. Не знаю даже почему. Но ничего. Все пройдет. Давай пушенька. Едем кататься. Поехали. Покатаемся с нами. Сегодня смотрела там всякие растения. Думала, может, Амазон высылает живые ростки цветов. Но они в основном семена высылают. Придется куда-то ехать. Ну, куда? В магазин ехать. Нужно будет как-то мужа уговорить. Потому что мне там землю нужно еще прикупить. Пару мешков, чтобы все это высаживать. А как его уговорить, я не знаю. Сегодня мужу написало, что он должен себе сделать выходной. Потому что неминуемо выгорание. То есть нельзя все время работать, как он сейчас по 12 часов. И не отдыхать. Он мне пока ничего не ответил. В общем, Ситуация непростая, скажем так. У него нет меры. А я волнуюсь, естественно. Потому что То он отдыхает без меры, То он работает без меры. А это неправильно. Но начал меня слушаться. Так, что там за собака на поводке? Ну, молодцы. Короче, соседская собака на поводке. Ну, она не такая уж большая. Надо поздороваться, может быть. Слушайте, я с ними поздоровалась. Я с ними скандалила. Собака на поводке. Ну, окей. Ну, собака просто здесь бегала без привязи. Так, ладно. У меня просто такая Проверочная поездка каждый день. Как себя ведут соседи и их собаки. Безопасно ли гулять? Так вот, о чем я. Ну, да, насчет выходных. Вчера такой у меня был Небольшой инцидент с ним. Что я сконфузилась. Сейчас я поверну, расскажу. Нормально. Может, приехал поздно. Где-то начало 3-го, наверное. Я там по кухне еще работала. Рыбку жарила, кстати. Похвалил мой салат из бурячка с орешком. Я ему просто этот салат навязала. Говорю, возьми с собой дорогу. Дала ему эти разовые столовые приборы. И он приехал с работы, так нахваливал. Так нахваливал, благодарил. Потому что он с собой берет Кусок сала И хлеб. Я говорю, ты с ума сошел. Целый день жрать вот это вот. Поэтому я вчера ему дала салат повторно. Второй раз уже подряд. И... Там тоже собачка корни идет. И этот сам. И что я ему дала еще? А, рыбы нажарила. И рыбу положила. Я говорю, это тебе вместо сала. Так. Вот. И потом я к нему иду. Вниз. Муж пошел к компьютеру. Света, рожай быстрее, да? Кто-то подумает. Надо, наверное, ножками ходить. Если соседи держат свою собаку, значит, уже безопасно. Сейчас мы выйдем, я расскажу. Хочу показать. Там... Какая-то скульптура. Орел, птица, видите? Вот, за деревом. Я просто не могу ближе подойти, потому что это через дорогу. Крылья, видите? Вот, по центру экрана. Это в этом году, наверное, они сделали. Я раньше такого не видела. Ладно, идем, Буся. Молодцы. Сейчас познакомились с собачкой, овчаркой, Буся рядом. Которой три месяца мы поговорили. Я даже не стеснялась своего английского ужасного. Ну, главное, практиковать. Я, честно говоря, английский немного запустила. Потому что, когда мы пешком ходили, я сразу включала английский из дома и слушала. А сейчас на машине, вот, ленюсь. Но дело не в этом. Дело в общем. На этой стоянке, где мы приземлились с Бусиком, черная какая-то машина начала кружить вокруг нас. и он остановился возле моей машины и начал в нее заглядывать. Представляете? Ну, ключи со мной, как бы, я надеюсь, все было, будет, будет нормально, потому что, ну, машина остается на стоянке, например. Возле того же магазина, в котором я могу и пять часов лазить, особенно, если это тряпки. Вот. Но мне показалось это странным. Вот так вот буквально остановился возле моей машины. Я пошла с Буськой на полянку. Сама так за ним приглядываю. За рулем сидел молодой мужчина. И он остановился и заглядывает мне в салон. моей машины. А потом мы выходим с этой стоянки. И он как будто за нами едет. Наблюдает, куда я иду. Вот мне так показалось. Может, я уже мнительная стала. Кстати, вот эта рубашка очень удобная и мягкая. Но в ней даже сегодня жарковато. К ней вообще-то очень легко все пристает. Ну, вот какие-то белые пушинки, ниточки. Вот здесь вот. Ну все, красота пришла в наш город. Вчера такого не было. Буся, стой и жди маму. О, как красиво. Это розовая слива. Или что-то такое. Очень красивое дерево. Там дерево цветет. О, настоящая весна прям. Вот сегодня душно. И знаете, не воняет. Я вчера видео делала. Ужасный смог стоял. Но сейчас вот такая же погода. Дождя не было. И ничего не воняет. И ничего не воняет. Сто процентов какой-то выброс был. А сейчас мы где-то там приземлимся на полянке. Я расскажу, в какой конфуз попала с мужем моим. Пришлось прибрехать. Ну, пока иду, могу говорить. Оврать я не люблю. Мой муж любит схитрить. Не то, что любит. Иногда так делает. Особенно, если ему хочется выпить. Он там прячет свои бутылочки. Я дошла до того, что пошла, проверила все его нычки. Где он бы мог все спрятать. Даже в туалете, в шкафчиках. Представляете? Я в камеру не смотрю, потому что оглядываюсь. Ну, и вот он с работы пришел. Я спускаюсь к нему. И спрашиваю, ну как ты, мол? Тебя не колбасит? Ты уже пять дней не пьешь? Ну, вообще, ни грамма спиртного. А он говорит, нет. Мне так прикольно. Не знаю. Честно говорит. Или обманывает. Потому что все зависимые люди, они очень хитрые. Понимаете? Не важно, какая зависимость. Там наркоманская, либо алкогольная, либо еще какая-то пищевая. А муж, наоборот, говорит, мне так классно. Голова свежая, мол, если мой присел. Говорит, хорошо сплю, хорошо себя чувствую. А я повторяю вопрос и говорю, ну, не ври. Потому что мне говорили, что может быть ломка. Так, за собакой нужно убрать. Стоять. Я пока кулек доставала, там вот пацанчик поехал на скутере. Видно? И Буся мой срывается и прямо ему под колеса. И захромал. Стоять. Покажи лапку. Эй. А вот кровь. А ты дурак. Все, домой идем. Но он как бы не хромает, слава богу. Чтоб перелома только не было. Видимо, ноготь поранил. Ой, капец, что за собака. Стоял, стоял, я кулек достаю. А он поймал момент, когда моя рука расслабилась. И бросился под колеса. Вот паразит. Иди сюда. Паразит. А ну дай маме лапу. Ай, блядь. Да, по ногтю проехался. Ай, блин. Фу, я расстроилась за собаке опять. Ну ничего, бегает. Будет ему урок, как бросаться под транспорт. Паразит. Он сначала захромал, а сейчас ничего вроде бы. Так вот, с мужем. Он говорит, я нормально. Я свеженький. Вообще, говорит, даже не тянет. Фу, фу. А ты как? Он меня спрашивает. Я говорю, тоже нормально. Я говорю, Вова, ты точно меня не обманываешь? Он говорит, нет. Лишь бы ты меня не обманывал. Мне так стало стыдно. Потому что я ж купила бутылочку вина два дня назад. Чтоб было. А мужу не сказала, за свои деньги купила. Чтобы он не видел по кредитке на компьютере растраты. Вот. Опять у меня нос течет вот эта вот левая ноздря. Блин, собаку жалко. Глаз да глаз за ним. Вот. И бутылочку-то я вчера уже открыла. Я выпила полстакана, а полстакана залила минеральной водой. Ну, я люблю. С бульбочками все. Может, поэтому у меня желудок болит. Вот. И распечатала вчера бутылочку вина. И так чуть-чуть выпила. Ну, всего, наверное, около стакана красного вина сухого. Думаю, ну а что? А сейчас вот у меня тоже такие мысли. Может, меня тоже надо спасать. Может, я алкоголичка, если я сама с собой пью. Ой, трындец. Смотрите, велосипед погнал вон. Дядька здоровый. Какого хера ты не едешь вот по этой дороге? А он прямо вот здесь. Он здесь не имеет права ездить. Это пешеходная дорожка. Так бы я не оглянулась, его бы не увидела. Ой, что-то меня все раздражать начал. Вот, на этот скутер он бросился, Буська мой. Пошли, герой. Так что вот так вот пришлось мне мужу соврать. А почему мне пришлось соврать? Потому что я боюсь, чтобы он не соблазнился. Знаете как? Пусть продержится. Посмотрим, если у него будут выходные, как он их проведет. или так, как прежде, или воздержится все-таки. Ну, по крайней мере, ест более здоровую еду и пять дней уже не пьет. Вот, я сказала мужу его результат. Он посмеялся и говорит, подсчитывай, заведи календарь. Я за собакой смотрю. Жарко, в рубахе жарко. Надо футболочку уже надевать. Вон, как детки раздетые. Шортики, футболочка. Стоп. Я уже боюсь, чтобы он ни на кого не прыгал. Давай, иди, иди к машине. Пошли. Ну, иди сюда, давай здесь перейдем. Короче, обошлись сегодня легким испугом. Не хромает. Слава богу. Ой, блин. Что за собака? Он любопытный, все ему надо. Идем посмотрим, Буся или наша машина на месте. Видите? Футболочка, шортики. Буся, пошли. А я закуталась. Ну, моя машина на месте. Вон она. А та черная машина, по-моему, до сих пор ездит кругами. Гуся, где наша машина? Пошли. Давай. Давай, иди сюда. Вот она, туда-сюда ездит, видите? По кругу. Ну, здесь камеры везде. Отсюда воровать невыгодно. С другой стороны. Дороже будет. Вот. Вот, бузька, лапа у него болит, а домой не идет. Тащить приходится. Посмотрела я ранку собаки, промыла. Нашла антисептик. И у бусика не ноготь слез. То есть колесо не по ногтю прокатилось, а вот возле ногтя задело кожу. Ну, хорошо, хоть ноготь на месте, потому что это неприятно. Нашла вот такой вот антисептик. Вот. Ну, для людей. Я не знаю. Ничего другого не нашла, потому что он лапу выдирает, не дается. Я просто взяла из бутылки, плюхнула на ранку и все. Вот такое было сегодня видео. Нужно мне браться за уборку дома. Ужасно не хочется. И проехалась на машине, почувствовала себя домашней. Отчаянной домохозяйкой. Там соседи, там соседи. Машем ручкой друг другу. У меня верх открытый. Приятно, что знаешь уже здесь людей, которые живут рядом. Всем хорошего настроения. Увидимся. Пока. Не забывайте лайки. Не забывайте лайки. Увидимся. Поехали. Поехали. Поехали.